МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова. Программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. А в гостях у меня сегодня, по крайней мере, в первой половине программы два гостя, очень важных, солидных гостей. Это председатели комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Добрый вечер. И победительница федерального проекта агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов», ученица 11 класса, средняя школа номер 10 города Щелково, Айжан Атакурова. Добрый вечер, Айжан. Спасибо. Ну вот, начнем, раз уж вы так собрались торжественно к нам сегодня, начнем с наших достижений. Что у нас было важного, достойного в минувшем учебном году, который закончился вот не так давно, в июне месяце. Говорил Борисович, вам вступительное слово. Вступительное слово, спасибо за честь предоставленную. Быть в программе «Диалог» всегда почетно и ответственно. Спасибо. Главное достижение, что мы в студии с ученицей 10 школы нашего района Сайжан, потому что главное достижение, наверное, и родителей, и педагогов, и любого образовательного учреждения – это их дети. Если мы с вами имеем возможность сегодня в прямом эфире говорить с ученицей 11 класса, которая защитила честь и Щелковского района, и честь Московской области в лагере «Артек», и она еще об этом расскажет, наверное, это наше главное достижение. Одно из. И каждый ребенок – это наше главное достижение. Если говорить о достижениях рабочих, деловых, очень огромную работу мы провели в рамках дошкольного сектора образования, это, конечно, открытие дополнительных групп. На фоне отсутствия, вот последний год мы открыли в августе новый корпус 64-го детского сада. В Гагаринском микрорайоне. И, в принципе, вот сейчас в настоящий момент строек детских садов у нас не ведется. Но мы, тем не менее, сейчас вот уже набрали и набираем 335 детей. За счет того, что в 8 детских садах мы сделали перепланировку, капитальные ремонты и открыли дополнительные группы. Был период, когда мы в детских садах из-за того, что было мало детей, группы сносили, делали такие небольшие спортзалы в садиках. Сейчас пошел обратный процесс. Мы все спортзалы, бывшие у детских садиков, отобрали и открыли там групповые помещения. Также в одном детском садике открыли группу на 20 детей для кратковременного пребывания. То есть 335 детей в полный 12-часовой рабочий день могут поезжать в сады. И 20 деток в группу кратковременного пребывания. Это очень важно, это очень востребовано. Но на этом фоне, к сожалению, мы полностью проблему все равно с нехваткой мест в детских садах не решили. И есть понимание в правительстве Московской области этой проблемы. И мы подали в область потребность еще в 8 новых детских садах, 8-9. И сейчас решается вопрос о серьезной областной программе по строительству новых детских садов. Либо это будут первые этажи жилых домов, вновь строящихся. Либо это будут на еще свободных участках земли новые здания для наших детей. Потребность очень острая. И, к сожалению, у нас нет никаких компенсаций родителям, которым место не предоставляется. А те компенсации, которые мамы получают по достижению ребенка возраста полутора лет, с полутора до трех, они очень маленькие, смехотворные. А многие находятся в ситуации, практически каждый понедельник у меня такой тяжелый день, потому что я слышу вот такие истории о человеческих судьбах, когда люди в ипотеке, когда не выйти на работу нельзя, например, госслужащим по достижению ребенка возраста трех лет. А до зачисления ребенка нужно ждать еще весны. То есть у нас зачисление идет апрель-май, и как в школах начинается учебный год в садиках тоже с первого сентября. Стараемся всем помочь. Практически места у нас есть свободные в детских садах, но они находятся на удалении, как правило, от места жительства родителей. И везти час, ну, например, в Афряново, из центрального микрорайона, это проблематично. Потом еще ехать на работу, а ребенок маленький, к 7 утра, в 6 утра выезжать, ну, сложно. И возвращаться, соответственно, тоже поздно. Да, поэтому мы показываем, что актуальная очередь у нас ноль, в том смысле, что родители отказываются возить детей далеко, то есть места свободные в садах есть. Но все родители, мы понимаем, хотят вводить ребенка в сад, который в шаговой доступности. Эту проблему область понимает, и вот сейчас будет серьезная программа по строительству новых, по капитальному строительству новых садиков. Вот я пока о дошкольном образовании коротко рассказал. Может быть, мы Айжан помочь. Вот вы о проблемах говорите, а мы все-таки хотели... А я о достижении сначала сказал, потом о проблемах. И мы дошкольное образование уже можем не обсуждать. Давайте перейдем конкретно к победительности действительно федерального проекта. Я так коротко скажу, это инициатива, агентство стратегических инициатив, уж извините за тавтологию, федерального уровня. Участвует в этом проекте, еще раз название скажу, кадры будущего для регионов. Участвуют 7 регионов Российской Федерации, но все я их не буду перечислять, в общем-то, с разных мест, в том числе Московская область. Ну и вот, насколько я знаю, в Московской области 5 победителей, жителей Подмосковья, нашего региона. И среди них жительница и ученица Щелковской школы Айжан. Айжан, насколько я знаю, вот эта вот инициатива стартовала в апреле нынешнего года. Вот как вы вообще туда пришли, да? С чего решили принять участие? Да, она началась в апреле, но узнала я о ней в начале июня. Мне написала классная руководительница. Это всего лишь требовалось написать эссе на волнующую тебя тему и предложить какие-то пути решения в своем регионе именно. Я выбирала между несколькими, например, политическими или экологическими темами, но я решила остановиться на теме образования, так как я еще пока ученица и все-таки могу указать на какие-то внутренние проблемы и предложить какие-то решения. Ну и в чем суть вашего эссе? Да, тема моего эссе – это мотивация школьников к учебе, потому что я считаю, что с мотивацией начинается то, что движет ученика и его качество образования. Я рассмотрела примерно четыре решения, которые можно как-то заинтересовать ученика. Первое – это индивидуальный учебный план. Я от директора школы Елена Владимировна Метрик знаю, что это ваша инициатива, чтобы некоторые школы Щелковского муниципального района участвовали в эксперименте, чтобы в старших классах вводили индивидуальный учебный план, когда выбираешь 3-5 предметов и учишь их заочно, и потом сдаешь персональному учителю. Это мне очень помогло и во многом сократило время. И сейчас, когда я готовлюсь к ЕГЭ, это тоже очень актуально сейчас для меня. Второе и третье – они смежные. Это физические нагрузки и культурные, чтобы как-то стимулировать школьников к учебе с внешних сторон. Это проводить обязательные занятия физической нагрузки, но не считая уроки физкультуры. Это кружки, может быть, танцы или единоборства, батутные центры, что-нибудь такое. И культурные центры, библиотеки нетипичные, может быть, с просмотром фильмов или обсуждением книги. И самое четвертое – это было масштабное и такое глобальное решение. Это учеба по обмену по городам России. Но пока это долгосрочный, отложено пока, потому что имеет масштабный. Это что значит, что школьник Щелкова едет в Нижний Новгород, скажем так? Да, в Нижний Новгород или в Республику Якутия, Карелию, куда угодно. И он приезжает на твое место буквально на неделю, максимум две, чтобы не выбиваться из учебного процесса. Я думаю, это отличный способ, чтобы узнать и культуру в каких-то других субъектах, и систему образования уже в другом месте. Айжан, ну вот вы выбрали такую тему о мотивации школьников к учебе. То есть почему? Что действительно мотивация низкая сейчас достаточно у старшеклассников? Да, и больше мотивация внешняя. То есть это оценки, похвала учителей или родителей. То есть ученики стараются получить что-то за свои знания. Моя цель превратить эту внешнюю мотивацию, а внутреннюю понять, что это нужно им самим и работать на свой результат. То есть своеобразное такое создание всесторонне развитого гармоничного человека. Особенно если учесть второй и третий пункт, это физические нагрузки и интеллектуальные, помимо школьной программы, естественно. Ну хорошо, вот эссе ваше оценили, опять же, среди пяти всего лишь жителей, учащихся в Подмосковье. Ну а что было потом? Насколько я знаю, была смена в Артеке особая? Это было очень неожиданно. Я не знала, что нас наградят так. Мы в августе отправились в Артек на 21 день. Так как мне 17 лет, и это верхняя граница возрастная в Артеке, то это был мой первый и, скорее всего, последний раз. Но я провела действительно очень продуктивно этот отдых. Это даже был не отдых, а действительно работа. Чем там занимались? Мы больше там занимались социальным проектированием. Вот как раз-таки там наш проект детализировался, получил спонсорскую поддержку, экспертную поддержку. Ну а вот поскольку все победители были, естественно, на разные темы писали свои проекты, предложения, как с ними контактировать? Было достаточно комфортно? Так как там в Артеке ребята из семи субъектов собирались, тоже по пять человек, то мы нашли между собой какие-то общие темы. Кто-то объединялся, кто-то работал персонально. Например, я работала одна, так как, наверное, не смогла кооперироваться с кем-то. Но в Артеке были все победители со всех регионов России? Семи. Ну и с семи всех, которые участвовали, я имею в виду, участвовали в проекте «Семь регионов». Ну а после Артека, вот уже в сентябре, насколько я знаю, совсем рядом с нами, в Левково проходила еще школа губернатора. Что она из себя представляла? Ну, в начале сентября прошла трехдневная губернаторская школа. Ее прошли я и мой одноклассник. Там было 200 школьников из Подмосковья. Тоже очень интересный опыт. Это интенсивная работа. Была проделана колоссальная работа. Просто в кратчайшие сроки мы создали новые проекты уже в объединенных группах других. И также там было очень много полезного. Нам читали лекции, проводили вебинары, можно так сказать. То есть помимо работы мы еще и получили огромный багаж знаний и опыта, что самое главное. Спасибо. Говорил Борисович, ну а вы как оцените кадры будущего для нашего региона? Я имею в виду и конкретную персону Айжан, и, конечно, вообще сам весь проект, который реализуется в данный момент. У нас есть два подхода к любой ситуации. Самый простой подход – говорить, почему плохо, почему не получается, почему дети не хотят учиться. И там целый список, начиная с гаджетов, компьютеров, на всем готовом. Они таких проблем, как мы, там не испытывали. И так каждое поколение… В принципе, да, испытывает каждое поколение такой диссонанс старшего поколения, который недооценивает, как правило, молодое поколение. И второй подход – это когда человек озвучивает проблему и сразу предлагает пути ее решения, либо пути ее решения. И чем мне нравится позиция Айжана, я думаю, это ее вообще жизненная позиция. То есть, если она видит какую-то проблему, она не плачет над этой проблемой, опустив руки, а наоборот, ищет пути ее решения, пути выхода. О том, что нет мотивации, мы знаем. О том, что школьники перегружены и вынуждены зубрить, особенно это крест медалистов и тех, кто претендует, точнее, на медали, быть отличниками по всем предметам, сохранять эту марку два года, даже по тем дисциплинам, которые им не нужны для поступления и с которыми они не связывают свою будущую профессию. Или которые им просто не нравятся. Базовый уровень по всем предметам в рамках госстандарта они получили за 9 классов, за 9 лет. После этого, как правило, два года замотивированные учащиеся идут туда, куда они наметили. По крайней мере, в ту образовательную область, в тех вузах, где есть им необходимая профессия. И два года они занимаются с репетиторами, либо индивидуально, если сильная школа, просто ходят на курсы. И они вынуждены нервы, здоровье, время тратить на те дисциплины, повторюсь, которые им не очень актуальны. И то, что Айжан такой у нас получился представитель положительного такого опыта в этом направлении. Я очень благодарен Елене Владимировне Метрик за то, что она этот опыт стала у себя применять на практике. И хорошие результаты, потому что ребята, которые на цель наметились, им этот индивидуальный план, он только в помощь. А по поводу вот идеи Айжана, я себе записал к своему стыду, я к этой передаче про пути ее мотивации не слышал, ее видение. И вот идея обмена. У нас есть сейчас уже обмен. Ребята, которые изучают немецкий язык, едут в Германию, немецкие ребятки приезжают к нам. Сейчас у нас пошел обмен с поляками. Польские ребята приезжают к нам, мы будем выезжать в их семьи. Сейчас как раз они у нас проживают на территории лагеря юнормеец, делегация 10 учащихся. Мне очень понравилась идея в рамках наших городов, регионов обмена детьми, даже не обязательно с другими странами. Потому что мы совсем недавно с коллегами вспоминали, что в наше пионерское прошлое объехать весь Союз было не проблема. Особенно школьные билеты, они копейки стоили. И на поезде наши педагоги возили нас куда угодно. В любые концы страны, необъятные родины, мы с рюкзаками, в походных условиях, с удовольствием и по музеям, и по горам, и в палатках видели родную страну. Сейчас, к сожалению, таких программ у наших монополистов, такие как РЖД или Аэрофлот, практически нет. Которые были бы, эти программы адаптированы под карман учителя и школьников. В принципе, нереально. И у нас, к сожалению, это правда, большинство ребят видели Европу, видели Турцию, видели Египет, но никогда не увидят. Не было в соседней области даже. Никогда не увидят. Не видели Карелию или Якутию, вот о чем проезжан говорят. У нас чудеса света на территории нашей страны. У нас Камчатка, у нас Байкал, у нас такие места потрясающие. И мы их никогда не увидим. Большинство. И только из-за цены билетов. Поэтому вот эта идея мне очень понравилась. Мы подумаем, как ее, может быть, реализовать. Хотя бы на уровне нашего муниципального образования и других территорий, регионов России, с которыми у нас сложились уже партнерские отношения. Потому что идея очень хорошая. Я не совсем только услышал о Тайжан. Мотивация к чему? Мы обмениваемся школьниками. А цель какая? Мотивировать детей к чему эти обмены должны? Просто интересно, как ты видишь. Я считаю, что благодаря тому, что они увидят, какая ситуация в их регионе, а какая в другом, они сделают свои выводы. И по приезду, может быть, решат остаться и принимать решения уже глобальные. Например, в правительстве. Или предлагать свои проекты для благоустройства своего региона. То есть все хорошее взять из других регионов к себе или что? Нет, может быть, сравнить немного и сделать выводы. И остаться в своем регионе, чтобы делать его лучше. Ну тогда в Москву мы не будем ездить ни в коем случае. Ну, она не нуждается. А то все там же как-то остаться, да? Нет, ну у нас есть же побратимы и не только с границей, но и в стране. Допустим, тот же Ахтубинск. Вот можно начать с него, например. Феодосия, например. Да, ну проще начать, наверное, с городов побратимов. У меня тоже вопрос еще по поводу мотивации. Кайджан, вы имели в виду мотивацию учащихся только старших классов? Вот 10-11 или все-таки более ранний возраст тоже? Так как младшие школьники должны, я считаю, развиваться еще всесторонне и в рамках школьной программы, то да, у меня больше проект нацелен на ребят примерно с 7 по 11 класс. То есть когда предстоит сделать выбор по специальным предметам, которые уже, так скажем, углубленно изучать в старшей школе и, соответственно, учиться и сдать ОГС в том же 9 классе. Спасибо. Это был дирижер, на который съезжаются хоровые коллективы, но из десятков регионов страны. И тоже раз в два года мы сейчас стали чередовать. Это фестиваль спорта и искусства, на который тоже приезжают, как правило, 7 школ нашего района и обязательно 3 школы из других регионов. Там из Белоруссии, например, к нам приезжали ребята из Германии. И вот такой же обмен у нас есть. Но это на уровне каких-то творческих, спортивных, культурных, такого обмена, культурного, спортивного. А вот образовательный обмен, думаю, нам есть куда еще двигаться, благодаря Эжану. Думаю, мы это будем делать. И объединить усилия, опять же, с культурой и спортом, о чем второй и третий пункт, говорят по мотивации, физические нагрузки, интеллектуальное развитие. Ну вот, если смотреть в будущее, здесь, наверное, по очереди будете говорить, как вы видите дальше дальнейшее развитие этого проекта. Ну, помимо того, о чем мы сейчас вот уже говорили, реализация обмена школьниками с регионами России. Естественно, нужно начинать с малого, то, что ты можешь сделать сам. И, естественно, сейчас, что я могу сделать, у меня в разработке находится, и уже почти на завершающем этапе. Это памятка и такой некий план, как достичь мотивации в конце, по окончанию плана. Вот. И это будет как какое-то руководство после его прохождения. Я надеюсь, что у школьников будет возникать что-то, хотя бы какое-то чувство мотивации. И если это пройдет успешно, то тогда уже собирать какую-то команду единомышленников, расширяться, и да, уже тогда можно подумать глобально. Ну вот сейчас 11 класс, все-таки выпускной, да, наверное, больше времени придется уделять в учебе, сдача экзаменов. Это не помешает реализации проекта? Для меня всегда было так. Чем больше у меня активностей, тем больше у меня занят день, тем больше я успеваю и более продуктивно работаю. Поэтому, если мне это интересно, я делаю это для кого-то, то это не отнимает у меня времени и сил. Спасибо, Гаврил Борисович. Как Вы оцениваете перспективу проекта «Кадры будущего» для регионов, для региона нашего региона? Ну, скажем так, волею судьбы я сейчас занимаю должность, в рамках которой сталкиваюсь абсолютно с разными людьми. И из них очень много приходит, скажем так, модераторов идей для других. Вот человек придумывает, например, какой-то потрясающий, с его точки зрения интересный, конкурс, который заставит детей родину любить. И говорит, что дайте мне на этот конкурс, значит, там, столько-то миллионов, Вы будете мои идеи воплощать, я буду контролировать, как Вы мои идеи воплощаете. Ну, это легче всего, так сказать, за несколько миллионов. Айжан сказала очень важные слова, что она готова дорабатывать эти идеи, она готова сама объединять единомышленников, она не будет от этого уставать, потому что она будет заниматься любимым делом, которое сама себе выбрала. То есть человек готов брать ответственность на себя. Вот с такими людьми точно за нашу страну я спокоен с такими выпускниками, которые не только придумывают дорогу к светлому будущему, но готовы эту дорогу сами прокладывать, по ней идти и за собой вести других. Поэтому очень здорово, что мы с тобой познакомились. Надеюсь, что будем дальше сотрудничать. И сейчас мы, конечно, все пожелаем Айжан поступления в институт, который она себе наметила. Мы никому не скажем, какой это, чтобы не сглазить, но, если честно, мы и не знаем, в какой. Главное, чтобы она знала, куда она хочет поступить. И потом, конечно, мы будем с ней как студентом, хотя я, конечно, постараюсь в институте максимально загрузить, я подозреваю, но не обязательно же только один проект курирует, да? Можно, наш проект уже у тебя будет старым, но у тебя могут появляться еще и новые. Поэтому мы с удовольствием будем сотрудничать. А еще я хотел предложить Айжан задать нам сами какие-то вопросы, которые, может быть, сейчас волнуют 11-классников, либо ее лично. Потому что мы такой строили допрос, Айжан, хотелось бы, чтобы она нам тоже что-нибудь сказала, что о нас думает или что ее интересует. Спасибо за возможность рассказать о том, что волнует и быть услышанной. Я часто задаюсь и сама таким вопросом задавалась и сейчас, то, как кто-то пришел к тому, кем он сейчас является, именно профессии. Я вот хотела бы у вас спросить, вы вот знали в детстве, вот в юношестве, что вы свяжете свою дальнейшую жизнь с преподавательской деятельностью или вот с политической, как-никак? Или вы, что вы будете работать ведущим? Гаврил Заревич, вы признаетесь? Конечно, осталось всего полчаса, мне нужно минут 45, поэтому, если серьезно, я один раз имел глупость пошутить, будучи учеником 10-го класса. Мы зашли с друзьями в учительскую, у нас была молодая учитель географии. Я зашел, уселся за соседний стул и сказал, ну что, коллега, как у вас дела? Ну, посмеялись, пошутили, там никто не обиделся, все было хорошо. Мне в старшем сне не могло поясниться, что я попаду в школу в качестве учителя, потому что я связывал свою работу с юриспруденцией, с адвокатурой, поступил в соответствующий московский вуз на бюджет. И были друзья, которые уже были успешны в профессии, меня, в принципе, ждали, что я к ним приду на работу. И так случилось, что меня очень попросили преподавать в частной школе право и историю, потому что там не было преподавателя. Параллельно с учебой в институте. И вот меня затянуло. А поскольку я был таким, как у всех, этот этап бывает, я поэтому всем желаю, особенно родителям, у кого мальчики растут, чтобы у них переходный возраст прошел лет в 12, 13, 14, 15. 15 уже поздно. Ну, лучше, да, в 14. А вот у меня он в 19, видимо, случился. И я решил бросить институт ради педагогики юридической. Мне предложили работу очень такую рискованную для 20-летнего юноши, как директора частной школы. Потому что надо было создавать с нуля, и дураков не нашлось. Вот я стал директором, преподавателем. В 1994 году это было возможно. И вот так на энтузиазме работал. И уже будучи директором школы, я понял, что высшее образование мне очень нужно. И я вернулся к учебе, становился на заучном отделении, уже закончил сознательно юридический вуз, зная, что я буду преподавать. Потом прошел переподготовку и в московских вузах, и в подмосковных, как преподаватель. И вот так вот я оказался в профессии, потом участвовал в конкурсах профессионального мастерства. И конкурс директор школы дважды стал лауреатом. И в конкурсе учитель года был лауреатом и был победителем конкурса районного. И понял, что я в профессии состоялся. И действительно, как ты описываешь, когда занимаешься любимым делом, не устаешь. Понятно, что устаешь, но такая усталость приятная. То есть не происходит выгорания. И вот мне очень обидно за людей, у которых происходит выгорание в профессии, и которые ходят на работу, как на каторгу. Вот это страшно. Поэтому в чиновники вообще никогда не стремился, честно скажу. Для меня, слово, чиновник всегда был синонимом ругательства, как для большинства жителей нашей страны. Тоже в страшном сне не мог себе этого представить. Но так по жизни происходило, что мне всегда предлагали, например, стать депутатом сельсовета. Почему? Потому что вот я там активный, занимаюсь детьми. Вот почему бы мне в медвежно-реженском поселении, где я стал директором потом муниципальной школы, не представлять интересы жителей. Вот я оказался депутатом сельсовета. Потом мне предложили стать депутатом районного совета, я согласился. Меня избрали в районный совет депутатов в 2014 году. И потом мне предложили вот эту должность, потому что Надежда Владимировна Суроцева стала главой района. Должность стала вакантной, она мне ее предложила занять. Я думал, сутки, наверное, потому что решение было очень серьезное. Менялась, наверное, вся жизнь. Но благодаря Алексею Васильевичу Валову жизнь не совсем у меня сильно поменялась. Он мне разрешил совмещать работу чиновника с преподавательской работой. Я веду свой любимый клуб дебаты со старшеклассниками. Ну, как с старшеклассниками, седьмого по одиннадцатый класс на базе Центра романтики каждую субботу с четырех до семи или даже до восьми. У нас клуб дебаты, с моей точки зрения, очень интересное направление. То есть я занимаюсь тем, что мне нравится по субботам, и то, что мне интересно с утра до вечера все остальные дни. Поэтому считаю, что это очень хорошо, когда человек занимается любимым делом. И куда его занесет судьба, ну, наверное, это только Богу известно. Главное, чтобы ты себя не обманывал и для себя отвечал, что ты занимаешься тем, что тебе нужно. Вот в этот момент. Тебе интересно в этот момент. Ты приходишь и не опустошенный домой после работы, и не знаешь, чего тебе хочется. А ты думаешь о том, скажем так, есть о чем мечтать, к чему стремиться. Это, думаю, помогает сохраниться, это выгорание и так далее. Вот как Сергея занесло в медиа. Ну, я тоже мечтал и стремился, но я сразу себе поставил высшую планку. Тогда еще, естественно, Советский Союз был и в выпускном классе школы. Тогда мы, правда, не 11 лет учились, а 10. Тоже так шутя на вопрос о кем. А в каком городе? Москва. Город Москва. И также вот отвечал на вопрос, кем ты хочешь стать. Я говорю, конечно, генеральным секретарем СК КПСС. То есть это высшая планка. Ну, вот не сложилось, Советского Союза не стало, КПСС тоже. Но, тем не менее, всю жизнь в гуманитарном направлении работал. Поступил после школы на философский факультет МГУ. Но проучился недолго, потом перевелся на исторический. И в итоге все равно университет так и не закончил, а закончил только один институт. Это бывший ГИТИС, ныне Российская Академия Центрального Искусства, факультет режиссуры. Но, тем не менее, в журналистике работаю уже, дай бог память, это с 91-го года. То есть 27 лет. Поэтому опыт какой-никакой имеется. Ну и продолжаю, думаю, буду продолжать делать это дальше. Такой подкованный журналист. И МГУ за плечами, да? И несколько направлений, и истории, и философии. Здорово вам. Гаврил Борисович, пожелаем. Айжан, такого же успеха. Спасибо вам большое. Мы видим вас, наверное, еще на высоком-высоком посту. Спасибо. Главное, чтобы любимым делом занимался. Удачи. Спасибо. Во второй половине нашей программы мы остаемся с Гаврилом Борисовичем наедине. Айжан, отпускаем. Дальше. Развивать стратегические инициативы. Это программа «Диалог». Не переключайтесь. Вернемся к вам буквально через несколько минут. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию и администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Еще раз добрый вечер, Гаврил Борисович. Напоминаю, телефоны прямого эфира. 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжим наш разговор уже без нашей очаровательной гости, которая таких успехов добилась. Будем считать еще в прошлом учебном году. Хотя, как она сама сказала, только в июне узнала. Успехи – это наши успехи. Уже закончила 10-й класс, сейчас учится в 11-м классе 10-й школы. Ну, а мы, наверное, еще вспомним, какие достижения были, помимо того, о чем мы уже говорили в первой половине программы. Ну, наверное, для директоров школ сейчас будет такая серьезная тема. Она касается рейтинга директоров. Третий год у нас в Московской области введен единый рейтинг директоров общеобразовательных учреждений. У нас более полутора тысяч школ. Соответственно, более полутора тысяч директоров проходит это рейтингование. 10 критериев, больше 30 показателей, по которым оценивает областное правительство, насколько высокие результаты работы руководителя образовательного учреждения и расставлены рейтинговые точки, по которым оценивается работа. Ну, например, это количество ребят, сдавших ЕГЭ по выбору и набравших более 220 баллов. Это количество стобальников, количество ребят, победивших на всероссийском и международном уровне в Олимпиадах. Ну, еще ряд моментов, по которым оценивается работа именно директора, как он смог организовать управленческую деятельность, насколько он эффективен как управленец. И три зоны у нас есть. Это красная, желтая, зеленая, такой светофорик. И, естественно, если у нас директор оказывается в красной зоне, это в первую очередь такой флажок, сигнал для управления образованием, для учебно-методического центра помочь. Помочь организовать работу так, чтобы школа звучала со знаком плюс, а не со знаком минус. Потому что если директор в красной зоне, то это и для школы очень плохой знак, для ее правильнической команды, для ее коллектива. Желтая это плюс уже считается. Желтая это плюс, зеленая это супер плюс, это более высокая заработная плата, стабильная заработная плата. И у нас три года эту планку удержала Щелковская гимназия. Три года подряд она в зеленой зоне. Это огромная заслуга коллектива, заслуга директора школы Анжелы Николаевны. Желаем ей здоровья. Она у нас несколько, ну, некоторое время на больничном. Мы желаем ей здоровья, чтобы она как можно быстрее вернулась в наши стройные ряды. И в этом году прибавилась у нас семья директоров, вошедших в зеленую школу. Это лице номер 14 имени Гагарина, это школа номер 12 имени Чкалова. И вот представитель 10-й школы с заглубленным изучением отдельных предметов Айжан сейчас была здесь. То есть мы в четыре раза улучшили результат по сравнению с прошлым годом. Далее в прошлом году у нас 8 школ было в красной зоне. Все 8 школ из красной зоны вышли. Но одна школа, к сожалению, буквально там на один балл опустилась в красную зону. И сейчас нам произошла смена руководителя. Прошел конкурс. У нас впервые в истории Щелковского района на вакантную должность были проведены конкурсные процедуры. Было три кандидата, которые представили образовательную программу, защитили ее. И по результатам конкурса мы сегодня буквально представили Алексею Васильевичу документы на нового директора этой школы. И мы надеемся, что из красной зоны, естественно, эта школа выйдет. Также у нас есть показатель не по директорам школ, а по результату работы, скажем так, выпускников и учащихся, которые показали результат совокупный по школе отдельно, как образовательное учреждение. У нас школа имени Титова номер 11 и Щелковская гимназия вошли в топ-100 школ Московской области по этому показателю. А гимназия вошла в топ-5 лучших школ, готовящих выпускников в гуманитарные вузы. Также гимназия остается у нас в топе 500 школ России. То есть нам есть чем гордиться, это отрадно. И есть понимание у нашего директорского корпуса, у директоров, как следовать идеологии лидерства, которую прогласил губернатор. Ну, в качестве иллюстрации предлагаю посмотреть видеосюжет. Это традиционная августовская конференция, которая проходит перед началом учебного года. Ну, там тоже будет говориться и о достижениях, и о тех задачах, которые стоят перед образовательными коллективами нашего района. Давайте посмотрим. И вновь в одном месте и в одно время для педагогической общественности эта встреча всегда как праздник. В зале школы номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов собрались порядка 500 педагогов. Подводя итоги, сегодня стоит отметить успешное завершение прошедшего учебного года, как результат работы неравнодушных людей. У нас у всех очень непростая работа. То есть главная работа. Главная, которая зависит от того, какой наша страна будет в будущем. И этой главной работой занимаетесь вы. Прошедший учебный год стал примером развития сферы образования, начала строительства и открытия новых образовательных учреждений. Кроме того, в этом году двое увеличилось количество стабальников. 15 ребят получили самый высокий балл на сдачу единого государственного экзамена. 56 школьников были удостоены губернаторской именной стипендии. От задач к решениям. Именно под таким девизом пройдет следующий учебный год. Работа же продолжится в условиях федеральных образовательных стандартов. Приоритетом же неизменно останется качество образования. Уже сегодня обозначены планы на перспективу строительства новых школ и детских садов, новые площадки для развития подрастающего поколения. Кроме того, с нового учебного года порядка 800 щелковских учителей, а именно классных руководителей, получат губернаторскую надбавку к зарплате. Размер надбавки составит 5000 рублей. Здесь огромные планы, огромные перспективы. 10 образовательных учреждений нам нужно построить до 2022 года. И как минимум 8 дошкольных образовательных учреждений. Изобретариум по поручению главы Щелковского муниципального района. И все это вместе нам под силу, потому что у нас замечательная команда. Команда замечательная. Лозунг есть от задач к решениям. Если можно прокомментируйте, говорю, Борисович, да? Какие задачи, какие решения. Что нового нас ждет и в новом наступившем учебном году, но и чуть более в отдаленной перспективе? Конечно, всех волнует сдача ЕНГ. И мы еще будем об этом говорить. Обязательно общаться с родителями, с выпускниками. И то, что было опробировано в этом году, в прошедшем учебном году и в наступившем будет продолжено, это, конечно, то, что КИМы, контрольно-измерительные материалы, доставляются в запечатанных конвертах специальной почтой, защищенной в образовательное учреждение, распечатываются в день экзамена прямо в аудитории, конверты вскрываются в присутствии детей. И на оборудовании, которое в школы поставлено было по региональной программе, распечатываются материалы для того, чтобы дети по ним работали. Все материалы сканируются в день экзамена и направляются в региональный центр обработки информации. Все работы, как всегда, зашифрованы. И в штабе проведения ЕГЭ, и во всех аудиториях проведения ЕГЭ ведется онлайн-трансляция в интернет. И отдельная федеральная структура, Рособорнадзор, которая существует независимо от Министерства образования, от Министерства просвещения, контролирует правильность проведения экзамена. И любые сомнения в объективности, в создании равных условий, трактуются в пользу детей, могут аннулировать результаты, назначить пересдачу, и перенести сдачу экзаменов в резервный день. И вот эта прозрачность и жесткость контроля, она максимально гарантирует равенство возможностей. Потому что если при министре Фурсинга, когда неотработанный еще формат экзамена только находил свое внедрение в регионах страны, то между регионами существовала неравная ситуация. Если в Московской области традиционно министерство относилось очень серьезно к контролю за сдачей экзамена, то мы с вами знаем, что некоторые Кавказские республики выпускали ребят с 300 баллов, которые поступали в центральные вузы, и вся профессура хваталась за голову, потому что ребята не понимали русскую речь, не были способны писать тесты на русском языке. Это проблема в прошлом, слава богу. ЕГЭ претерпел изменения. Мне посчастливилось участвовать в написании ЕГЭ по русскому языку вместе с министром образования Мариной Борисовной Захаровой в нашей 4-й школе имени Климука. Мы почувствовали себя в роли 11-классников, выпускников, писали ЕГЭ вместе с ребятами. Также в ЕГЭ участвовала Надежда Владимировна Суровцева, Петр Ильич Климук лично приехал тоже писать, сдавать эти тесты. И писал. И писал с нами, да. Это было очень и трогательно, и здорово, и мотивировало, и родители с нами писали. То есть вот это отношение к ЕГЭ, как вначале оно было, в принципе, оправданным, как к достаточно сырому такому тестированию, оно меняется в лучшую сторону, и даже английский язык, вот эта часть экзамена, как аудирование, тоже у нас внедряется активно. То есть ЕГЭ совершенствуется, слава богу, становится более еще объективным и вызывающим больше доверия. Это, наверное, одно из главных достижений, касаемых именно качества образования, потому что как понять качество? Только сдав экзамены. Естественно, есть серьезные достаточно лоббисты идей о том, что ЕГЭ должно быть альтернативным экзаменом, что должна быть возможность ребятам сдачи по старинке материалов в виде билетов, но пока поддержки вот эта альтернативная форма сдачи экзаменов не нашла, потому что ЕГЭ уже настолько вошло в нашу жизнь, настолько уже ребята привыкли готовиться именно в энтом формате. Очень жаль тех людей, которые... Выпускники прошлых лет, которые сейчас хотят поступить в ВУЗ, они уже состоялись в профессии, может быть, не на той должности, на которой хотелось бы им, и они приходят сдавать экзамены без подготовки, будучи уверенными в своих знаниях. Они проваливают ЕГЭ. Моя знакомая, медсестра с большим опытом работы, которая решила получать высшее медицинское образование, она провалила химию. Хотя у нее за плечами был колледж, она прекрасно работает, успешно работает. Она была в шоке от того, что недостаточно знать предмет, надо еще уметь эти знания в тестах отразить. И без подготовки очень трудно. Вот у нас один мужчина, наш житель Шелковского района, уже пятый раз завалил ЕГЭ, пятый год подряд. Мне приходится отчитываться в министерстве, почему у нас плохой показатель сдачи ЕГЭ, потому что человек не может понять, что нужно... Комборс какой? ...к экзамену, ну, 30 лет, больше уже 30. То есть нужно готовиться к экзамену. Серьезно готовиться по тестам пробным, которые везде продаются, фипишным тестам так называемым. И тогда ты будешь чувствовать себя уверенно на экзамене. И то, что вот мы писали ЕГЭ сами, и действительно нужен навык быстрого написания, ну, как быстро, в рамках отведенного времени. Вот мне времени, допустим, не хватило, чтобы завершить мою красивую, гениальную мысль, когда я писал сочинение. Я начал писать на черновик, медленно писал на черновик, и потом на чистовик, когда переносил, допустил, ну, как минимум, одну ошибку. Поэтому вот нужен навык обязательно. У нас осталось буквально две минуты. Говорил Борис, еще о нововведениях поговорили. Ну, если можно, обозначите какие-то, какую-то, может быть, одну самую главную проблему, которую предстоит решить в ближайшее время. Это перманентная проблема, чтобы участники образовательного процесса постоянно сверяли часы. Это родитель, учитель, ребенок. Они должны идти в одном направлении. Они должны быть в диалоге. Вот мы сейчас стали практиковать общий район и родительские собрания с трансляцией во все школы района абсолютно. Вот сейчас у нас вместе с полномоченным по правам человека была встреча с родителями всего района, где говорилось о проблемах в семьях, о которых не надо умалчивать, надо выходить обязательно на психологов. Нет проблем, которые нельзя решить. И вот это, наверное, самый главный диалог между школой и семьей. И тогда это действительно залог счастливого детства. Хочу прорекламировать, воспользоваться моментом осеннюю смену в лагерь Юнармеец, который один из самых лучших лагерей Московской области. Скоро нам надо будет решать, куда детям направляться в осенние каникулы. Юнармеец наших детей ждет. Также всех агитирую сходить быстренько уколоться. Я имею в виду от гриппа. Потому что прививки – это наше все. И мне лично прививки очень помогают уже третий год не болеть тяжело гриппом. И хочу в последние секунды, наверное, нашего эфира поблагодарить министра образования Московской области Марину Борисовну Захарову за все, что она сделала для образования за 4 года ее работы. Сейчас она уже не работает в должности министра. Она покинула этот пост. И от лица педагогической общественности хочу поблагодарить человека за высокий профессионализм и высокие моральные качества. О ней очень светлые остались чувства у всех. И мы надеемся, что Марина Борисовна еще как-то себя проявит в профессиональной деятельности. Спасибо большое, говорил Борисович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Спасибо за советы, пожелания. Ну и, естественно, и вам спасибо за благодарность. Детей будем приводить в эфир. Обязательно. Напоминаю, что в программе «Диалог» сегодня был председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнали Симон.